Давняя мечта жителей Алябьевского о новом помещении для поселковой библиотеки воплотилась в жизнь. Местная администрация в рамках реализации нацпроекта «Культура» с поставленной задачей отлично справилась. Хочу отметить поддержку со стороны правительства автономного округа, со стороны губернатора Натальи Владимировны Комаровой, которая обеспечивает реализацию проектов на территории нашего региона. Это большой труд большого количества людей, но самое главное, это очень плодотворная и эффективная работа одной единой команды. Далее почетные гости праздника и жители Алябьевского прошли внутрь здания и осмотрели новые просторные помещения. Сегодняшний фонд сельской модельной библиотеки – это почти 27 тысяч экземпляров печатных изданий самой разной тематики. В более комфортных условиях здесь же продолжат работу и молодежная досугово-игровая площадка «Перезагрузка», а также Центр общественного доступа к электронным библиотечным ресурсам. Завершив все хлопоты, связанные с переездом, сотрудники учреждения торопятся приступить к работе. В связи с переездом вообще прекращали деятельность работы библиотеки. А сейчас мы откроемся, и пользователи нас уже все спрашивают, интересуются, хотят набрать нужные литературы на новогодние каникулы. Так что планируем начать работать, предоставить место отдыха. Конечно, начнем проводить мероприятия, приглашать гостей, читателей. Я думаю, каждый найдет себе уголок по вкусу в новом, теплом, уютном, светлом помещении. Очень рады переезду библиотеки и ее читателей. Говорят, в такую красоту и уют хочется приходить еще чаще. Мы в старую библиотеку ходили, проводили там мероприятия и посещали как читатели. А теперь, конечно, я думаю, что вот эта наша библиотека, она станет центром досуга и для детей, и для взрослых. Поэтому это очень значимо для нашего поселка мероприятие, открытие новой библиотеки. В этом году Алябьевская сельская модельная библиотека отметила свой 55-летний юбилей. А новое, просторное и современное помещение стало по-настоящему долгожданным и значимым подарком учреждению и его многочисленным любителям художественного печатного слова. Игорь Скворцов, Иван Лободин, телеканал Первый Советский.